Теперь давайте разберём слово «счастье». «Сейчас» означает «сейчас», «тие» означает «существование». Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется «жизнью». Смотрите, люди в своём сознании уходят в два направления из-за боли в сердце, не принимают бунт, не принимают судьбу, уходят в результате или в будущее. В результате они живут в страсти. Они постоянно думают «Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня». Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Всё ещё впереди, всё ещё впереди. Вот выучусь в школе, стану счастливым, выучился. Вот выучусь в институте, поступлю в институт, стану счастливым, поступил. Выучусь в институте, стану счастливым, выучился. Вот найду себе работу хорошую, стану счастливым, нашёл. Вот смогу как-то окрепнуть, должность будет хорошая, тогда стану счастливым, окреп. Вот когда ипотеку выплачу, стану счастливым. Уже надолго. Ну хорошо, ладно, Бог с ним. Постепенно выплатил. Вот когда дети подрастут, отдам учиться, выучу детей, стану счастливым. Внуки, когда чуть-чуть подрастут, стану счастливым. Раз и умер. Не стал счастливым. Почему? Потому что не принимал судьбу никогда. Он жил только в будущем, такой человек. И поэтому все люди, которые живут в будущем, они очень напряженные. Очень напряженные. Почему они напряженные? Потому что у них нет высшей цели жизни. Когда человек имеет высшую цель жизни, он прямо сейчас может сконтактировать с ней и стать счастливым. Ему не надо ее достигать с помощью больших денег каких-то или приобретений. Эта цель, это просто его способность внутренняя помнить о святости и все. И он в этот момент, когда он ее вспоминает, он становится счастливым. Вот я вчера стал счастливым. Когда мы повторяли, я желаю всем счастья, я стал счастливым. Я почувствовал эту сятость, чистоту. Вошел в настоящее время. В этот миг между прошлым и будущим я вошел. Именно он называется жизнь. Не суета, когда вперед. И не депрессия, когда все уже прошло. Ночь яблоком стучит в окно. Покуда теряется птица, крик. Знаю, знаю, знаю одно. Был душой я молод, а теперь старик. Ночь яблоком стучит в окно. Человек не спит. Депрессия означает, что все прошло уже в жизни самое лучшее. Это невежественная жизнь. Все прошло, невежество. Все впереди, страсть. Благость означает настоящее время. Прими судьбу. Ты на лекции сидишь, тебе никуда не надо. Тебе нужна только лекция. Едешь в трамвае, желай всем счастья. Не жди, когда приедешь. На остановке своей стоишь, не поворачивай голову. Не жди автобуса. Желаю всем счастья. Трудись сердцем. На остановке у тебя есть свободное время. Потом некогда будет. Прими жизнь. Надо заставить себя. Все ждут. Вырвись из этой обыденности. Я помню, взбунтовался в метро. С другом ехал. Все такие хмурые в Москве. Едут. Я как бы сердцем взбунтовался. Я начал по-доброму, радостно ему что-то говорить. Смотрю, люди постепенно вокруг оттаивать начали. Кто-то свое там улыбается, что-то стоит. И все-все люди вокруг поменяли настроение. Они все стали как-то по-другому жить в этом метро. Но кто-то один должен был восстать против этого ожидания, когда приедем. Должен начать жить прямо в метро. Это подвиг всегда. Каждую секунду человек должен начать жить. Это означает аскеза. Человек только аскезой может вернуть себя в настоящее время. Допустим, я лежу в постели. Чего в постели хочется? Ничего не хочется. Хочется просто забыться. А надо вставать. Это аскеза. Встал, стал счастливым. Только цель жизни поднимает человек. Человек не может просто так встать. Нужна цель какая-то. Какая-то тоже не поработает, потому что она ввергает человека в депрессию. Не ту цель выбрал, живешь за нее, потом дальше страдания. Тяжело становится, долго. Надо ту выбирать. Нельзя просто так цель ставить. Будьте осторожны.